С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 10 августа. В этот день появились на свет в 1814 году швейцарский фармацевт Генри Нестле, основатель фирмы и изобретатель порошкового молока. Сначала он наладил выпуск фруктовых ликеров и уксусов. Чуть позже начинает производить газированную воду и лимонад. Потом к уксусу добавляется горчица. Первым потребителем нового продукта – молочной смеси для грудных детей – стал новорожденный одной из сотрудниц Нестле. Дело в том, что малышу не годилось в пищу ни материнское молоко, ни какое-либо другое. Рассказывают, что порошок Нестле просто спас ему жизнь. И этот случай послужил лучшей рекламой для изобретателя. В 1839 году рождается Александр Столетов, русский физик, который открыл первый закон фотоэффекта. А в 1895 году писатель Михаил Зощенко. К тому же драматург, сценарист и переводчик. Классик русской литературы. Острие его сатирических произведений было направлено против невежества, мещанского самолюбия, жестокости, ну и других человеческих пороков, которых у нас, как вы понимаете, предостаточно. 1937 год. День рождения Анатолия Собчака, юриста, мэра Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. Одного из самых ярких политиков перестроечной и постперестроечной пары. В 1940 году родился Вениамин Смехов, актер «Три мушкетера», «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго» и многие-многие другие. В 1945 году в этот мир приходит Александр Адабашьян, киносценарист, режиссер, художник и актер. «Московские каникулы», «Храни меня мой талисман», ну и, конечно же, тот самый Берримур, сэр. В 1960 году родился Антонио Бандерас, Хосе Антонио Домингес Бандерас, испанский актер. Отец полицейский. Мама, учительница, в детстве хотел стать профессиональным футболистом, но на мечте пришлось поставить крест после того, как в 14 лет он взял и сломал ногу. Актерскую карьеру начинал в театральных и телевизионных постановках в Мадриде. Ну а потом, что называется, киножизнь понеслась. События дня. 1787 год. Турция начинает войну с Россией с целью возврата Крыма. Первые месяцы окажутся неудачно для страны. Флот будет разбит бурей в Черном море. Князь Потемкин падет духом и очень вяло будет вести военные действия. Через полтора года руководство войсками будет передано Суворову, который, одержав ряд блестящих побед, вынудит турков заключить яский мир 1791 года. 1792. Во Франции пала монархия. Она просуществовала почти тысячу лет. В 8 часов утра королевскую резиденцию дворца Тюэлери окружили гвардейцы и вооруженные горожане. Людовик XVI и Мария Антуанетта укрылись в здании законодательного собрания. Последовал штурм дворца. Его защитники были перебиты. Около полутыщи человек потеряли и восставшие. Власть в городе перешла к самопровозглашенной коммуне Парижа во главе с якобинцами Д'Антоном, Маратом и Рубеспьером. Законодательное собрание в тот же день объявило короля временно отрешенным от власти и по настоянию коммуны вся его семья отправилась под арест. Житие в густейшем особом оставалось недолго. Короля казнили 21 января королеву 16 октября 1793 года. Лишь их дочь Елизавета выжила и в 1815 году вернулась ко двору дяди Людовика XVIII. В 1876 году в Антарио в Канаде совершается первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами было 13 километров. В 1889 англичанином Дэном Райлендсом была запатентована бутылка, закрывающаяся винтовой крышкой из алюминия. Долгое время виноделы не обращали на новый метод укупорки внимания, считая новую пробку недостаточно надежной и в целом не подходящей для вина. И только в середине 30-х годов прошлого столетия стали проводить эксперименты с такими пробками. А в Европе еще позже, только после окончания Второй мировой войны в 60-х годах. И уже в 1968 году во Франции официально было разрешено использовать винтовую пробку для создания столовых вин. Но ими закрывали только самые недорогие. Хотя и сегодня часто срабатывает стереотип, что только натуральная пробка – признак качественного вина. Впрочем, винтовая пробка прекрасно подходит и для других напитков, причем не только алкогольных. 1921 год. Франклина Делана Рузвельта, находящегося на отдыхе на канадском острове Кампо-Делло, почти полностью парализует в результате заболевания полиомелитом. Но воля и мужество Рузвельта и его жены Леонор помогут ему вернуться к активной общественной деятельности. Пост президента он будет занимать, внимание, четыре срока подряд и поможет стране выйти из экономического кризиса. 1966 прекращается выпуск банкнот достоинством в 2 доллара. Считается очень редкой из-за ее небольших тиражей. Народные мифы и поверья считают, что она приносит неудачу владельцу и приводит к фактическому вымиранию данного номинала из денежной системы США. Хотя купюра 2 доллара по-прежнему в ходу. Далеко не все американцы держали ее в руках, не говоря уж о запасах в личных коллекциях. Почему же она не прижилась? Кассиров раздражало, что не было ячейки для этого номинала. Чтобы продвинуть новую купюру, устраивали даже спецлотереи. И это не помогло. Дошло до того, что львиная часть тиража 1976 года так и осталась в резервах, не поступив в обращение. Но в 21 веке произошло несколько выпусков бумажных 2-долларовых купюр, пользующихся большой популярностью среди любителей боннистики. Это та, что изучает старые купюры. Рыночная цена зависит от общего объема тиража, маркировки, буквенной серии и состояния. Надо покопаться, где ты у меня была. Ну и последнее. В 1767 году на четырех языках – русском, французском, немецком и латинском – издается наказ Екатерины Великой. Это трактат философско-юридического характера, написанный императрицей в качестве руководства для депутатов комиссии по составлению нового уложения Кодекса Русского Государства, взамен устаревшего соборного уложения 1649 года. Он состоит из 22 глав, посвящен государственному, гражданскому и уголовному праву и процессу. При составлении наказа Екатерина руководствовалась сочинениями француза Монтескио о духе законов итальянца Бекария о преступлении и наказании, ну и иными политическими трактатами, модными для ее эпохи. В наказе подчеркивается необходимость крепкой самодержавной власти, цитата, «так как никакая другая власть на таком пространстве не может действовать и была бы не только вредна, но и прямо разорительно для граждан». Наказ предполагает равенство граждан перед законом и вольность их в пределах законности. В управлении наказ проводит начало разделения властей. В уголовной области он отрицает употребление пытки, выступает против смертной казни и вообще против жестокости наказаний. Но, как говорят у нас в России, хотелось как лучше, а получается почему-то, как всегда. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».